Тема экологии, ну, просто во всех топах новостей. Человечество погибнет. Суть экологии важнее, чем наказание за нее. Не от автонной болты, не от бесконечных войн. Такой Минобороны в мирное время. Оно похоронит себя под грудами собственных отходов. Все, сворачивать удочки, уезжать. Сообщество людей, которым не все равно. Мы этого не допустим. Очень мало знаем о собственной земле, о собственной планете. Как они туда поливно запишут? Александр Александрович, здравствуйте. Вопросов накопилось много. Я надеюсь, что вы на все ответите. Буду стараться. Ну, вот сейчас идет конференция, крупнейшая за многие годы. Экологическая конференция КОП-26 в Глазго. Тема экологии, ну, просто во всех топах новостей. Прежде всего, из-за энергетического кризиса, в который попала Европа, самого мощного тоже за десятилетия. Из-за того, что Европа решила ускоренно отказаться от природных ресурсов в пользу технологий, которые называют экологическими. И вообще много дискуссий по поводу того, вот что важнее, природные ресурсы или экология. А вы министр природных ресурсов и экологии. Для многих это кажется совмещением несовместимого. Оксимирон, а вы для себя как вообще чувствуете? Вы больше все-таки министр природных ресурсов или экологии? В первую очередь, я человек, который живет на планете Земля, и который гордится тем, что он россиянин. Это очень важно. С точки зрения министерства, которое объединяет в себе эти два направления, мы считаем, что самое главное — это баланс. Но при этом есть такое стереотипное мнение, что российская промышленность и добывающая, и перерабатывающая не очень экологичная. Это еще сложилось в советских времен, и сейчас мы видим 29 тысяч объектов накопленного вреда. У нас в стране это еще не все учтены. Что нам всем с этим делать? Все, сворачивать удочки и уезжать? Давайте сделаем так. Что такое 29 тысяч? Две тысячи несанкционированных свалок, отходов. Это суда брошенные. И это скважины. 16 тысяч скважин, которые были брошены по разному роду причинам, и находятся сегодня без контроля, и из них часть взрывоопасных. Мы доложили об этом Михаилу Владимировичу Мишустину, и в рамках формирования бюджетного периода будущих трех лет была поставлена задача изыскать деньги, сделать документы юридические на уровне правительства, для того, чтобы это было все зарегулировано. Должны родиться законодательные акты, которые не дадут впредь это делать. За последний год, примерно, за разные санкции, мы взыскали штрафы в где-то 17 миллиардов рублей. Было принято решение, и президент об этом сказал в своем послании, окрасить, чтобы они после того, как взыскиваются, шли именно на повестку экологическую. Они уже окрашиваются эти деньги? Мы сейчас подготовили изменения в закон, передали это в Государственную Думу, и ждем на решение на осенней сессии, для того, чтобы это юридически было оформлено. Мы говорим о 2000 разных свалках. Мы же не знаем, что там. Я недавно был в Хабаровском крае. Вроде там какие-то строительные руины. Оказывается, завод, который этим занимался, там были ртутные отложения. Часть вывезли, часть осталась. Город Амурск, люди не уезжают оттуда, хотят жить, хотят работать. Значит, надо взять условно и вывезти. А теперь вопрос возникает, куда мы ее вывезем? Да, и зачищают. Здесь следующее решение, которое было принято своевременно. Наши коллеги из Росатома помогли нам, у них большие компетенции по этому поводу. Был создан федеральный экологический оператор. Его задача сегодня построить 7 заводов по стране, которые будут заниматься утилизацией этих отходов. Именно таких опасных отходов. Опасных отходов. Часть заводов коллеги построят за собственные деньги компании, и часть поможет государству. На два завода мы в этом году уже первое финансирование в декабре месяце выделим. По поводу того, за чей счет. Правительство одобрило закон о том, что предприятия должны оплачивать ликвидацию накопленного вреда, накопленного экологического вреда. Я подозреваю, что предприятиям это не очень нравится. Я подозреваю, что предприятия были, мягко скажем, против такого закона. Вот вообще, когда вы этот закон проводили, легко ли он проходил? Мы, когда встретились с нашими коллегами из Российского Союза промышленников, мы сразу постарались взять в оборот существующие документы, которые это регулируют. Понять, где та грань, когда проще дать рубль, не выполнять. Поняли одно, что нам нужно дополнительно предусмотреть ряд очень важных требований для тех безответственных собственников, которые этим злоупотребляют. Просто поверьте мне, много хозяев предприятий в нашей стране, которые смотрят на экологическую повестку с уважением. Но наша задача была пройти эту развилку. Мы взяли на примере одного из аммиачных цехов и постарались пройти процедуру, как бы мы его закрыли за пять лет, то есть по линии Ростехнадзора. Любое предприятие, когда прекращает свою жизнедеятельность, у них есть план ликвидации. То есть этот план ликвидации должен быть согласован. И любой новый собственник, чтобы это не скидывалось на каких-то там людей, которых ничего за спиной нету, переход от одного к другому, при гарантированном обязательстве и показании документов, что он может это выполнить. Конечно, все это обязательно только через решение суда. Потому что, чтобы здесь, в данном случае, не злоупотребляли чиновники на местах. Вот вы, когда решаете проблемы, когда направляете средства на их решение, то вы что приоритизируете? Разбор старых завалов или борьбу с новыми свалками? Самое главное в приоритизации — это завершенность процесса. На примере одной из своих командировок в Краснодарский край, сегодняшняя существующая система твердых коммунальных отходов, которая по краю не готова сегодня принять такое количество мусора. И значит, она оставляет для будущих поколений постоянно, как говорят бухгалтерские мусоры, нарастающие сальдо в каких-то массах, тоннах и так далее. Допустим, сеть ресторанов в Сочи, пищевые отходы. Допустим, ближайший полигон, на который это свозится, это Белореченск. Нет тех, кто, допустим, бы это компостировал, сушил, привозил бы в это даже Белореченский полигон, и оно бы не воняло там, а люди живут рядом и страдают от этого. Так вот, на примере всего этого, те инструменты, которые есть, они у нас позволяют это делать. То есть создать эти мощности российский экологический оператор, ему даны деньги, мы нормативно поработали, у него сегодня есть возможность предоставлять меры поддержки бизнесу, который готов это сделать, и мы это обсудили в том числе с Мэром в Сочи. Второй момент, куда мы это все повезем, после того, как это все переработали. Белореченский полигон, он себя изжил, допустим, на его примере. Нужно искать другую, новую точку. А что с этой делать? Больше, там, условно, миллиона тонн отходов остались. У нас в рамках генеральной уборки есть инструменты, есть возможность убрать эту белореченскую свалку. О чем мы и сказали. Значит, нужно сделать проект, прийти к нам, и мы поможем профинансировать. Как мы эту работу уже начали в Геленджике. 15 гектар накопленного вреда десятилетиями, там, 77-го года в лесной фонд уже зашли, в курортном городе, к которому в этом году уже приступать будем к уборке его. И вот, когда вот это все комплексно проходит, то есть мы можем помочь создать мощности, мы можем в том числе помочь сделать раздельный мусоросбор. То есть мы в этом году первые деньги выделили, это миллиард рублей, которые участвуют наши коллеги, 46 регионов сегодня заявились. Почему не все? Потому что не у всех. Мы не хотим, чтобы люди обманывались, чтобы он приходил искренне к этому относился, все это складывал в контейнер, и это уезжало там, и опять же превращалось в тоже массу. А как менять что-то в том числе в головах? Потому что это процесс, который не может сделать один бизнес. Мы видим, как это там в Южной Корее, как это в Европе. Люди должны начать складывать все в отдельные пакетики, мыть пластик от пищи перед тем, как складывать его, потому что пластик с пищей не утилизируется, невозможно его просто утилизировать и так далее. Вот как эту культуру привить? Это ведь гораздо более сложная история, чем просто построить перерабатывающий завод. Если люди будут видеть, что вокруг них обстановка меняется, то, конечно, они не будут поощрять то, что уже было до этого. Создаем мощности, получается регуляторика. И вот здесь важно грамотно докручивать тактические вещи. Сколько тариф там стоит? То есть, почему не убрали за собой? Почему так отнеслись? Какие-то стимулы, мягкие стимулы. Уже пошла какая-то дисциплинарная вещь, тактическая я ее называю, потому что стратегически уже все решения приняты. Но сидит руководитель определенного уровня и просто, извините за выражение, не принимает решения. Мусор копится, копится. Как воняло, так и воняет. Дети как жили рядом с этим запахом и болезнями, так это все и происходит. И сколько вот таких непринятых решений и людей, которые там по мере должности боятся их принять, хотя уже вся регуляторика, все об этом сказано 10 раз. Зачем рождать новое? Надо просто взять и сделать. Мы еще об этом поговорим. Я заранее хочу спросить, а у вас есть механизмы влияния на местные органы власти, которые не во всех вопросах вообще-то подчиняются федеральному правительству? Знаете, как мы подали свои предложения. Вопросы, связанные с твердыми коммунальными охотниками, тоже учитывались бы в рейтинге оценки деятельности руководителя региона. 4,5 года поработал министром ЖКХ в регионе. Я понимаю, что это, в принципе, это такой Минобороны в мирное время. 25% территории страны это особо охраняемые природные территории. Но между тем, вот совсем недавно распоряжение вашего министерства на Камчатке запретили добычу золота в реках, где нерестится рыба. То есть получается недостаточно охраняемых территорий. Нерестовые реки для Камчатки, любого спросить, и все знают, что это важно. Теперь вопрос, но нерестовая речка и то количество килограмм золота, 50 или так далее, несопоставимы, правильно? Наверное, мы обойдемся без этих 50 килограмм золота на Камчатке, а найдем возможность добыть их в другой части нашей страны. А вот если мы речку испортим, то мы ее не возместим нигде. Было принято сделать региональное ОПТ, и мы здесь поддержали. И я вам скажу, даже мы пошли дальше, мы встретились с собственниками активов, которым принадлежат сегодня месторождения, находим механизм с ними, меры поддержки для того, чтобы они просто сдали эти лицензии в фонд государства, мы их исключили навсегда. Допустим, золото добывали бы в других регионах, кстати, которые нуждаются в этом, потому что это налоги, рабочие места. Про сочинские самшитовые рощи, конечно, не могу вас не спросить, когда известная история, когда туда привозили растения для Олимпиады, привезли вместе с растениями и живность, которая на растениях живет, которая практически уничтожила самшитовые рощи в Сочи. Что-то можно сделать? Это можно как-то спасти еще? И, наверное, какие-то более глобальные выводы нужно сделать с этого, да? С 2014 года было больше 60 писем переписки между Нацпарком и нашим ведомством, которым говорили, давайте завезем инвазивы, давайте это делать, вон Турецкий берег, они с этим справились, они эту задачу побороли, они тоже эту проблему переживали. Я изучил всю эту переписку, изучил проблематику, почему не принимались решения, и мы взяли на себя ответственность и приняли эти решения, и спасибо коллегам нашим из Минпромторга, они нам помогли завести эти инвазивы, и мы их высадили в Сочинском Нацпарке для дабы сохранить то, что у нас есть. Это и самшит, это и нашиту, и пальмы. Кроме этого, мы пытаемся сейчас восстановить то, что потеряли. 17 тысяч гектар, то есть мы по самшиту сейчас занимаемся, еще 5 тысяч нам надо сделать. Ну и не менее важный вопрос, которым мы в том числе начали заниматься, посмотрели границы нашего национального парка и поняли о том, что Нацпарк как-то уменьшился за определенный промежуток времени. Почему? Так получилось, сейчас правоохранительные органы по нашему обращению дадут правовую оценку действий разных уровней руководителей. Такая большая тема этого лета, это пожары и наводнения. Я вот вас спрашивал уже и сказал, что к этой теме вернусь, возможности вашего влияния на региональные власти, потому что с пожарами по большому счету должны бороться региональные власти, там с наводнениями тоже, но мы видим, конечно же, они не справляются, особенно когда масштаб такой огромный, как был в этом году, особенно если о пожарах, то речь о Якутии, площадь пожаров размером с европейскую страну. С другой стороны, в этом году они, конечно, были мощные, но они происходят каждый год. Вот можно ли эту проблему как-то решить коренным образом? Потому что я помню, как в этом году вы в нее включились, я помню, как вы начали вытаскивать такие самые болевые точки, от вас пошли вот эти сообщения о том, что, оказывается, занижают власти, искажают статистику, не все сообщают, значит, мы не знаем истинной картины, мы начали все это вытаскивать, вы начали это все вытаскивать, ну вот хорошо, это все вылезло, что теперь с этим делать? Природа нас в данном случае не жаловала, просто элементарно, ну не было осадков раньше, потепления, и мы понимаем, что к этому надо готовиться постоянно, потому что мы сделали анализ, и та арктическая зона, которую мы видим, она в большей степени стала сейчас подвергаться вот как раз прохождению пожароопасного периода. Сделать можно здесь, и стоять на месте не надо, нужно не бояться действовать. Полномочия все-таки по пожаротушению, по их подготовке, это все-таки региональный уровень. Мы через Рослискоз выделяем финансирование, и на эти деньги коллеги организовывают эту работу. Все, что идет в рамках чрезвычайной ситуации, соответственно, идет с привлечением федеральных сил и средств. После того, как проведен был анализ определенный, мои коллеги из Рослискоза подготовили нормативные акты, которых раньше не существовало. Сколько надо людей, сколько техники, сколько всего. Да эти нормативные сейчас будут оспариваться, их будут обсуждать, потому что их не было в принципе. И когда что-то новое делаешь, конечно, есть погрешность. К этому нормально относиться надо как к переходному этапу. А чтобы это не совершать тот, кто ничего не делает. Это переходный период времени, и надо к этому относиться, соответственно. Главное, профессионально поработать с этими документами. И нам дали дополнительное финансирование. Дополнительно 8 миллиардов 200 ежегодно к существующим шести, которые тратились до этого во всех лесных полномочиях. Наша задача сегодня с губернаторами регионов успеть подготовиться к майскому началу прохождения пожароопасного периода. Пример простой. В этой численности предполагается больше 1400 парашютистов-десантников, которые дополнительно должны поступить в управление в наши регионы. Парашюты сегодня у нас делают только в городе Иваново. Один завод в стране. То есть, соответственно, представляете, ему этот заказ надо разместить и вовремя успеть сделать. Вертолеты где не было объема, то есть нужно их как-то подогнать туда, чтобы они были. То есть это еще и еще и еще предстоит. И вопрос все-таки достоверности информации. Да, в действительности там у нас были инциденты в двух регионах, когда недостоверную информацию мы получали, но она у нас сегодня общественного доступа. Мы все ее видим, не только в Рослесхозе, все. И, конечно, на это было обращено внимание, потому что это влияет, в первую очередь, на мобилизацию. Мы в этом году в действительности хорошо поработали и мобилизовались раньше в Якутию, забазировались. 68 или 69 прилетов было группировок с других регионов, которые помогали. Оценили сегодня существующую законодательную базу, которая регулирует, а как кто действует во время таких чрезвычайных ситуаций. Она 94-го года, 97-го, 2004-го. Она требует вмешательства, потому что нет конкретики. Там сгорело 200 гектар, там такая-то группировка. В Саранске у нас был большой пожар в особо охраняемой природной территории. По существующим законам это главный на пожаре директор особо охраняемой природной территории, где он говорит, ну где директор ОПТ и, допустим, такая группировка, как МЧС, Минобороны, профессиональные подготовленные люди, которые с этим огнем борются чуть ли не каждый день. Конечно, это требует изменения закона. Я, кстати, заметил, что вы сейчас, когда говорили, вы так особенно про Арктику сказали. Вы по старой памяти, да, к Арктическому региону, поскольку прошлый министр, собственно говоря, по Дальнему Востоку Арктики, к Арктическому региону вы особенно относитесь? Я просто вижу динамику изменений, в которые надо своевременно реагировать. Даже простой пример. Понятие вечная мерзлота уходит из нашего понятия. Но при этом, работая еще в том ведомстве, мы вместе с коллегами, моими заместителями, наняли наших ученых, это Российская Академия Наук, МГУ, ряд еще других институтов, которые профессионально этим занимаются, они нам сделали научную работу, как и что нужно сделать для того, чтобы все-таки мониторить мерзлоту. Больше 15 миллионов людей живут в Арктической зоне, большие запасы углеводородов, туда будут приезжать люди, там наша обороноспособность. А если мы не будем это мониторить, не будем управлять рисками, но мы столкнемся с тем, что мы будем просто платить за это. Как правило, техники безопасности, они кровью написаны. Подготовили закон, который будет регламентировать о том, что мы будем мониторить мерзлоту. Он внесен в правительство. Мы хотим, чтобы наши коллеги из Росгидромета, это наше подведомственное учреждение, этим занимались профессионально и на постоянной основе. Планируем за 4 года создать больше 140 пунктов, которые будут привязаны к определенным точкам в нашей стране. Это скважина, которая забуривается на глубину до 30 метров. Датчики эти устанавливаются, они подают сигналы. И вот здесь самый главный вопрос, с которым мы сейчас столкнулись, это чтобы наше научное сообщество могло работать с той базой данных, которых мы будем получать от этих датчиков. Перевести на правильный язык для строителей, для МЧС, для всех. Хочется с вами поговорить и про природные ресурсы, поскольку у нас страна, все-таки самая богатая страна природными ресурсами, недрами, но при этом не обо всех недрах мы все еще знаем. Вот сейчас есть инициатива, правительство называет это возрождение легендой, легенды, Росгеология. Видимо, речь идет о еще старом советском министерстве геологоразведки, которое было таким масштабным. А этим должно заниматься государство или этим должны заниматься частные компании? Мы должны что-то оставить нашим детям. Новые запасы, которые формируют будущую базу для них. Не менее важный вопрос — это импортозамещение. Часть некоторых ресурсов мы завозим за границей. Конечно, хотели бы, чтобы эти части ресурсов были у нас. В том числе перед нами стоит вопрос, кто это будет делать. И вот здесь вопрос о Росгеологии, которая 80% всех компетенций страны по геологоразведке. Давайте честно, объективно мы видим по тем данным, которые сегодня они нам дают, 90% изношенного всего оборудования. Профессиональный хороший коллектив, который вынужден просто увольняться, потому что условно на хламье на этом достигать каких-то результатов с такой оценкой невозможно. Но их перекупает бизнес, я предполагаю. Там зарплаты огромные, оборудование новое. Да. Соответственно, по результатам этих всех докладов было принято решение нас поддержать. И нам выделено дополнительное финансирование на три года больше 30 миллиардов рублей. Что в рамках этих денежных средств мы хотели бы достигнуть? Первое. Мы хотим 20 перспективных площадей доразведывать. Мы хотим обновить фонды в Росгеологии. И мы хотим в том числе найти водоносные слои для тех регионов, которые, к сожалению, страдают из отсутствия воды. И с коллегами из Минпромторга мы договорились о том, что мы поработаем по технологиям, которые задействованы в бурении и в георазведке. Потому что если эти технологии у нас не производить, мы все-таки придем, наверное, к тому периоду времени, когда нас просто ограничат по ним. В Конституции прописано, что недра принадлежат нашим людям, народу, государству. А мы сегодня от имени народа управляем этим недрами, значит, это надо делать качественно. Мы сделали ревизию выданных лицензий. Мы закончили ее по твердым полезным ископаемым, сейчас заканчиваем по углеводородам. Я вам скажу следующее. Вот на примере Дальнего Востока и Арктики, основное скопление недр, из 6 тысяч выданных лицензий, больше 1100 с нарушениями. Я даже скажу следующее. Мы 68 уже забрали. Купив лицензию, он взял на себя обязательство ввести новые рабочие места, дать стране то необходимое золото, медь или еще другие ресурсы, которые ждет наша страна. А не так, что он купил, я вам заплатил, типа она моя. Нет, она людей. Люди в том числе дали тебе возможность ее купить, распорядиться и создать новые рабочие места и организовать некую работу на этой территории. Потому что от многих этих месторождений зависит благосостояние людей, живущих на этих территориях. Самое главное, что она работала, платила налоги, соблюдала действующее законодательство нашей страны и генерировала прибыль. Правильно? Да. Вот наша задача это сделать. Александр Александрович, мне понравилась ваша концепция того, что недропользователь, человек, купивший лицензию, он как бы обязан людям, которые живут на этой территории, обязан тем, что он должен генерировать там рабочие места и так далее. Что недра для людей, не для денег, а для людей. Я потому что к людям и хотел в конце нашего разговора вернуться. Закон об экологической информации, то есть для того, чтобы люди могли просто знать, что у них вокруг вообще происходит. Вот про ту самую ртуть, чтобы они имели право знать об этом, чтобы мы обязаны были об этом. Не то, что имели право, а обязаны были об этом сообщать. Посчастливилось, я считаю, это важно. Мне это сейчас очень сильно помогает поработать и мэром, и губернатором, и региональным министром. Я вспоминаю, когда рождались такие единые диспетчерские службы по линии МЧС, они обычно сидят на первом этажах администрации, и они в себе аккумулируют всю проблематику, которая стекается в определенном городе. Вот если в этом едином диспетчерском центре будет понимание о том, где вред, кто его генерит и что происходит с ним в динамике, но хуже от этого точно не будет никому. Риски есть всегда, они всегда были и будут и до нас, и после нас. Самое главное, как ты этой информацией оперируешь. Александр Александрович, год у вас был непростой, хотел бы я вам пожелать в конце нашего интервью, чтобы следующее было легче, но что-то мне подсказывает, что легче все равно не будет, но что поделаешь. Спасибо вам большое. Спасибо вам, всего доброго. Когда мы говорим про сохранение редких видов, мы должны вначале понимать, какие угрозы им существуют. Есть прямые угрозы, это непосредственно уничтожение в результате браконьерства, перепромысла или нелегальной торговли. Есть косвенные, это уничтожение места обитания в первую очередь. И сегодня, наверное, даже косвенные причины становятся основной проблемой для многих редких видов. Если говорить про планетарный масштаб, то сельское хозяйство считается одной из основных угроз биоразнообразия и в том числе редким видом, потому что естественные места обитания уничтожаются, переводятся под пастбище, под плантации, под выпас скота. В результате исчезают пригодные для многих видов места обитания. Здесь также стоит упомянуть прокладку линейных объектов, развитие городов, конечно же, загрязнение, добывающую промышленность, гранорудку и нефтегазовую. Это все влияет на биоразнообразие, на редкие виды. Но здесь надо понимать, что только запретительными мерами всего не добьешься, и здесь необходимо искать как раз баланс между экономикой и сохранением природы. Не говорить только «запрещено» и «нельзя», но и искать возможности устойчивого развития рационального природопользования. И сейчас как раз одно из основных направлений работ, я говорю, в планетарном масштабе — это поиск таких путей не только запретить, но и как разумно и устойчиво использовать ресурсы, в том числе и ресурсы биоразнообразия. Взаимодействие с особо охраняемыми природными территориями — это одно из основных направлений работы Всемирного фонда дикой природы. С него начиналась работа фонда в России, и сейчас мы этому уделяем большое внимание. Мы при нашей поддержке организуемся особо охраняемые природные территории. За время работы фонда в России было создано около 150 ООПТ при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Но, конечно же, мы не только помогаем создавать, но и поддерживаем существующие заповедники, национальные парки, заказники, другие формы ООПТ. Здесь у нас ведутся работы с ним. Это и помощь по основным направлениям. Это и закупка техники и оборудования для охраны, для инспекторов. Это помощь в проведении научных исследований. Здесь также необходимо говорить о неком системном подходе. Сегодня очень много партнеров, которые работают над сохранением редких видов. Это и органы власти, и общественные организации, научные учреждения. Бизнес. И вот надо, чтобы все работали вместе, чтобы не было несогласованных действий. Спектр работ и география очень обширная и не ограничивается особо хранями природных территорий. Сохранение биоразнообразия. Это устойчивое лесопользование. Устойчивое морское рыболовство. Климат и энергетика. Зеленая экономика. И природоохранное регулирование. Вот по этим шести направлениям мы ведем работы как раз в первую очередь в нашу эко-регион. Ну, если говорить непосредственно про фонд, то это сообщество людей, которым не все равно. Рассказываем об уникальности, красивости, неповторимости природы России. О том, что можно сделать для того, чтобы ее сохранить. И что может каждый для этого сделать. В целом, мы с вами живем в межледниковом периоде. Ледниковый период когда-то был. Сейчас в межледникове потеплело. И следующая фаза, которая однажды придет, никто не знает когда, но фаза геологического времени – это похолодание. Это следующий ледниковый период. И вот на вот этой плавной, плавной, медленной, медленной кривой похолодания человечество умудрилось создать пик втепления, в котором мы с вами поселились сейчас. Раз создал человек, значит, и ликвидировать может человек. Это тоже нужно понимать. В отличие от загрязняющих веществ, на которые можно поставить датчик где-нибудь на трубе, СО2 летит повсюду. Если предприятие машину использовало, уже нужно посчитать. Если там даже командировки совершают его сотрудники предприятия, это тоже углеродный след предприятия. Поэтому датчик на трубе, он все равно будет показывать только какую-то долю выбросов предприятия и не решит все проблемы. Антропогенные выбросы – это понятно. Ты сжег столько-то топлива, значит, это с таким-то коэффициентом выбросов ты можешь посчитать, сколько поступило парниковых газов в атмосферу. У тебя столько-то коров, ты тоже можешь примерно поднимать, сколько это выбросов парниковых газов. Ты столько-то выбросил мусора, он перерабатывается так-то или так-то. И ты тоже можешь с помощью каких-то коэффициентов посчитать, сколько поступает парниковых газов в атмосферу. А вот обратный поток поглощения и с приставкой антропогенное поглощение вызывает всегда очень много вопросов. На переговорах ведь тоже встал вопрос, а что считать антропогенным поглощением? Ну, у вас был лес, он бы и без вас был, значит, это тот естественный поток, который как раз уравновешенно, его считать не надо. Но страны, в том числе Российской Федерации, сказали, ну хорошо, да, но ведь мы этот лес защищаем, ведь в какой-то год, может быть, он без человека, он бы сгорел. А у нас меры проводятся, пожары, тушения, охрана лесов, лесовосстановление, значит, это уже вклад человека в поглощение. Учитывая, что эти переговоры шли очень тяжело, в результате был вот консенсусным решением, была принята такая проксимация, которая называется управляемые земли. Каждая страна выделяет на своей территории управляемые земли и говорит, что это те земли, где мы своей деятельностью контролируем потоки парниковых газов. Но прежде всего речь идёт о контроле пожаров, то есть это самое очевидное. Очень любят сейчас спрашивать, как же болота не включены, но они не включены, потому что мы там ничего не делаем, но ничего мы там не делаем. А когда мы делаем, то в разработке проводим или осушение, это всё приводит только к увеличению выброса парниковых газов. Камни, вот это немножко другая история, вот, она на самом деле интересная, потому что, ну понятно, что камни там не поглощают в том смысле, как мы это понимаем для природных экосистем. Но тем не менее, есть химические процессы, которые в горных породах есть даже такой метод улавливания и хранения углерода. Этот метод есть, он достаточно понятный, это естественный процесс, но горную породу нужно размельчить. Для этого нужно опять использовать там ископаемое топливо, чтобы энергию использовать на размельчение горной породы, и круг замыкается, да. Вот, поэтому, то есть это то, что ещё пока начинает продумываться с точки зрения технологий, но однажды, я думаю, что это будет решено. СО2 вообще в мировых выбросах действительно занимает 80% от общего выброса в год парниковых газов метан, по-моему, 15-16%, закиси азота это уже 4-5%. Хотя дальше сопоставляются парниковые газы ещё и по времени жизни, и по их воздействию на парниковый эффект. Одна молекула закиси азота пересчитывается, умножается на 298, чтобы её приравнять к эффекту молекулы СО2. Но тем не менее, даже после учёта всех этих эффектов СО2, вот его доля, это примерно 80%. И в нашей стране, и в целом по миру основной вклад, как я говорила, энергетика и сжигание ископаемого топлива всё равно это самый главный источник парниковых газов. В мире на втором месте не промышленность, а попадает сельское хозяйство, потому что очень большие выбросы метана, рисоводство, животноводство поднимают этот сектор на второе место после энергетического сектора. На третьем месте оказывается землепользование, сведение лесов тропических, это тоже работает в целом по миру. Сектор землепользования, лесного хозяйства является источником, нет источника. У нас в стране это поглотители, он компенсирует примерно на 25% национальных выбросов. То, что уже считают углеродный след отдельного человека, как правило, это примерные такие, очень приблизительные расчёты, и на них полагаться не стоит, потому что, во-первых, они не охватывают все виды деятельности, которые мы с вами делаем, а только выборочные. Может, мы едим мясо, может, мы покупаем мясо там, где это органическое земледелие. В принципе, даже не засчитывается, что мы с вами сегодня оставили машину и пошли пешком, а там вообще нет этой строчки, например. Но если смотреть с точки зрения, что если человек перестанет есть мясо, я отношусь к этому скептически. Мне кажется, прежде всего, чтобы сокращать выбросы, нужно прежде всего работать с крупными источниками. И это тогда даст сразу большой эффект. Если мы котельную переведём с угля даже на газ, вот это тот эффект, который мы сразу почувствуем даже в национальном кадастре. А в том смысле, что если мы с вами перестанем... Ну, корову-то, наверное, всё равно вырастет и убьют, а мы ещё её и не купим, она пропадёт, отходов ещё будет больше. Так же, как транспорт, электрический транспорт, сокращает он в действительности выбросы или нет. Это зависит от того, при производстве вот этих ветрогенераторов или электричества для электромобилей, откуда берётся энергетика. Если она опять берётся от сжигания ископаемого топлива, то, конечно, углеродный след колоссальный. Просто здесь нужны взвешенные решения. Конечно, и то, что мы наблюдали зимой в США, когда были аномальные морозы, и тоже вся вот эта возобновляемая энергетика, собственно, встала, и люди замерзали. И то, что сейчас в Европе, да, вот свежий пример, говорит о том, что диверсификация – это выход, а ставка на что-то одно, она, как правило, проигрышная. И, наверное, очень быстро перейти на низкоуглеродную экономику человечеству пока не получится. Недостаточно технологий, но нужно дать время немножко науке, инженерам немножко ещё поработать, а за это время, значит, нужно принимать какие-то другие методы контроля роста температуры. Планета не погибнет, человечество не исчезнет, значит, будет какое-то перераспределение, и через тысячу лет всё само собой выровнять. Можно таким путём идти, но человечество говорит о том, что этот путь очень дорог, потому что кого-то надо переселять, кого-то надо спасать, какие-то финансовые, экономические потери для некоторых стран, для некоторых народов будут очень ощутимы. Поэтому мы говорим о том, что мы будем бороться, мы будем останавливать вот это потепление теми методами, которые вот сейчас обсуждаются. Вот основатель нашего института, директор, академик Юрий Антонович Израиль, он говорил, господи, что там потепление, он говорит, представьте, если бы такими же темпами шло похолодание. Вот это было бы страшно. Вообще, конечно, Антарктида такое очень уникальное образование природное, и считаю, что необходимо его продолжать исследовать, безусловно. Все время исследователя, все время полярника, все время ученого двигает какая-то жажда нового, жажда открытий, интерес узнать новое, неизведанное. Это, как бы сказать, ну такая базовая, наверное, потребность наша. Основное, что мы там делаем, это отбираем пробы льда. Да, вот если говорить об основных таких исследованиях, это исследование льда над озером Восток. То есть мы отбираем керны льда, колонки льда, которые потом везем в лабораторию в Санкт-Петербург и работаем весь год с отобранными кернами льда. И в итоге мы исследовали вот 3,5 километра этого керна полочных скважинах озера Восток, и это позволило нам реконструировать климат прошлого за последние несколько сотен тысяч лет. Вскрытие озера было в 2012 году, прямого проникновения в озеро не было, такие технологии сейчас разрабатываются. Добурили до границы лед вода, и вода из озера попала в скважину, поднялась на 35-40 метров вверх, создала такую пробку, замерзла, и мы затем выбурили вот эту воду, выбурили вот этот лед озера, и вот таким образом мы получили образцы озерной воды, но уже замерзши. Это бактерии нашли, которых никогда не находили, но в целом, конечно, это такие косвенные данные, косвенные изучения, и это не прямые изучения воды из озера, там микроорганизмов из озера, это не прямые изучения донных отложений, которые под ледником, ну, на дне озера содержатся. А почему важно? Потому что вот экосистема внутри этого озера никогда не имела связи, ну, вот за последние сотни тысяч лет, а может быть миллионы, не имела связи с окружающим миром, и экосистема этого озера, она уникальна, мы не знаем, что там живет, по каким законам развивается, то есть тут эксклюзивная экосистема, да, которая не имеет связи с современным, современным нашим миром, современным климатом. Сейчас в условиях, когда климат активно очень меняется, знания климата в прошлом, знания того, как они менялись, они имеют такое очень важное значение, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы адаптироваться к имеющимся изменениям климата. У нас работы не прекращаются ежегодно, да, мы там осуществляем работу, ну, в старых станциях. Старый зимовочный комплекс станции «Восток», он полностью погребен под снегом. Очень такие некомфортные условия для пребывания и работы полярников, и новый зимовочный комплекс, он позволит в принципиально других условиях работы наших полярников. Александр Ильич, вы меня слышите? Слышу хорошо, прием. Александр Козлов, министр природных ресурсов. Готовы к походу? Товарищ министр, экипаж здоров, судно экипировано, полностью погружено, готово к выходу в море, прием. Спасибо. Тогда начать поход, отдать швартовы. Информацию принял, на приеме. В настоящий момент осуществляется выгрузка модулей станции «Восток» в районе нового зимовочного комплекса станции «Восток», в районе антарктической станции «Прогресс», где специально был подготовлен припайный лед для этого, намораживался лед, увеличивая леточку льда, чтобы произвести выгрузку большого количества грузов, потому что порядка 8000 тонн, чуть больше грузов надо выгрузить, чтобы начать их перемещение внутрь континента за 1500 км от берега к месту возведения нового зимовочного комплекса. Это целый комплекс, там есть и жилые помещения, и лабораторные помещения, и помещения для отдыха. Примерно 140 метров длиной, 13,5 метров шириной и высотой до 17,5 метров. То есть это вполне себе такое достаточно крупное пятиэтажное здание, не знаю, в 5 подъездов. Там специально есть такое основание, такие опоры. Станция будет приподнята над снегом, примерно на 3 метра, чтобы ее не заносило снегом. Я надеюсь, что в сезон 2024-2025 года, если все у нас пойдет по плану и все будет получаться, мы сможем эту станцию открыть. Температуры могут опускаться ниже минус 70-80 градусов, и в этом случае практически любые работы за пределами станции невозможны. Станция располагается очень высоко над уровнем моря, и там в условиях пониженного давления, в условиях низких температур жизнедеятельность организма меняется, нужно гораздо больше времени на восстановление сил. Ну, как в гараже, да? Важен интерес, безусловно, ребят. И, конечно, и здоровье, потому что в достаточно тяжелых условиях находиться, и здоровье будет определяющую роль играть. Занимаемся такими, с одной стороны, мониторинговыми исследованиями, смотрим, как меняется климат в Антарктике сейчас по береговым станциям, измеряем количество льда и так далее, там, и прочее. А дело в том, что вот этот лед, которого там почти 4 километра, это совершенно уникальный кладезь информации о климате прошлого. Мы предполагаем, что в Антарктизе есть лед, которому около 2 миллионов лет, может быть больше, может быть 2,5 миллиона лет. Таким образом у нас появляется возможность исследовать вот этот супердревний лед и понять, каков был климат на протяжении последних десятков тысяч лет, сотен тысяч лет и миллионов, чтобы понять, каким образом, куда мы движемся, во-первых, сейчас с изменениями климата, которые мы наблюдаем каждый день с вами, с одной стороны, и с другой стороны, может быть, это нам поможет лучше адаптироваться к изменениям этого климата. Ну, во-первых, интересно, да, то есть это такая научная мотивация, да, то есть мы, нас двигает любопытство и интерес. Можно с чего начать? Что геология, на самом деле, это одна из таких фундаментальных наук, именно наука Земли. На сегодня мы очень мало знаем о собственной Земле, о собственной планете. Мы изучаем всего лишь первые километры земной поверхности. Радио Земли составляет 12 километров. То есть на сегодня мы практически ничего не знаем о Земле, лишь ее верхнюю часть, лишь верхняя часть осадочного чехла. Если говорить о мировом тренде, сейчас мы все знаем, что идет общий, в рамках четвертого энергоперехода, идет общее смещение к батарейным группным металлам. Соответственно, Россия тоже следует этому тренду. У нас сейчас тоже начинается активное развитие минеральной группы металлов. Однако, при любом освоении минеральной сырьевой базы, есть и обратная сторона медали. Это наличие технологий, которые позволяют рентабельно добывать эти полезные ископаемые, перерабатывать, чтобы конечная себестоимость продукции была востребована рынком. Основные виды полезных ископаемых, которые сегодня идут на экспорт, это нефть и газ. То, что востребовано на рынке, для чего создана инфраструктура. И на сегодня, если берем европейский рынок, то конкурировать с Россией достаточно проблематично в силу достаточно низкой себестоимости этой продукции. Добыча не будет, и пока по нефти и газу падать не будет, возможно, не будет такой резкий рост, как он был последние 30 лет. Потому что любой энергопереход требует прежде всего стабильности. Потому что любая альтернативная энергетика на сегодня не дает стабильность поставки электроэнергии. Даже для строительства тех же ветряков и любых видов генерации альтернативной энергетики требуется тот же, та же нефть и газ. Мы не сможем без них ничего построить. Поэтому потребление будет расти, но, возможно, не так резко. У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых. Запасы, так скажу, не кончатся никогда. Вопрос их экономики, вопрос рентабельности запасов. Есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы. А сейчас мы ввели специально рентабельные запасы. Это те категории запасов, которые на сегодня экономически рентабельно добывают. Количество полезных ископаемых более 300. Это то, что лишь востребовано промышленностью, востребовано различными отраслями. На сегодня могу сказать, что Россия определенно занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа, это мы все знаем, и по ряде твердых полезных ископаемых. По золоту, по алюминию, по разным группам металлов. По ряде группе полезных ископаемых, к сожалению, на сегодня их разработка не рентабельна. У нас в стране присутствуют практически все виды полезных ископаемых, но текущая экономика проектов не позволяет начинать их добычу, поэтому дешевле их импортировать. Это марганец, хром, там достаточно большой список. Он состоит, по-моему, более чем из 30 видов полезных ископаемых. Геологоразведка на сегодня нам обеспечивает полностью воспроизводство по ключевым видам полезных ископаемых, но технологически, к сожалению, потенциальной площади и те месторождения, которые мы открываем, все больше и больше мы относим их к трудноизвлекаемым, потому что концентрации на этих проявлениях или месторождениях крайне низки, соответственно, требуются новые технологии, новые подходы к разработке этих месторождений. Технологии переработки разбить на две группы, которые у нас в стране есть, но они недостаточно развитые, которые у нас присутствуют, но они полностью иностранного происхождения. И третья группа — это технологии, которые, в принципе, отсутствуют, которыми нужно только заниматься. На сегодня у нас в государственном балансе присутствует огромный список открытых месторождений, по которым просто отсутствуют технологии. И открытие новых площадей с точки зрения экономики государства не будет ничего давать при отсутствии технологий их разработки. Поэтому воспроизводство действительно важно, но оно не имеет смысла без развития технологий. Геология возрождения легенды делится на три принципиально крупных блоков. Первый блок — это геогрозвездочные работы. Мы попытались поменять подход к постановке геогрозвездочных работ, чтобы каждый объект, который мы заканчиваем, заканчивался аукционно. То есть, чтобы у каждого объекта, который мы выполняем, каждая работа, которую мы делаем, был конечный заказчик, конечный потребитель. Эта модель, надеюсь, себя оправдает, потому что это трехлетний цикл, и в ближайшей перспективе мы уже получим отдачу от подобного подхода. Это будут такие точки роста для развития экономики. На сегодня самая большая сложность во всех наших работах, которые мы выполняем, — это логистика. Все больше удаленные регионы, мы работаем в арктической зоне, это отсутствие дорог, отсутствие вертолетного снабжения, потому что это основная часть логистических расходов по всех наших проектах. Это, наверное, самая важная сложность, потому что техника, которую мы используем, она крайне тяжелая. Необходимо использовать тяжелый вертолет, чтобы ее туда доставлять. И у нас, если раньше мы могли в один сезон выполнить, условно говоря, 10 объектов, то сейчас в силу логистики у нас сезон растягивается на 2-3 года. Соответственно, количество объектов, которые мы выполняем сейчас, несколько сокращается именно из-за логистики проекта. Мы отправляем людей в абсолютно дикие места, там, где нет дорог, люди не знают, с чем там столкнуться и в каких условиях будут работать. И всегда возникает форс-мажор. И, к большому сожалению, у нас в этом году участились случаи нападения тех же медведей на геологов, потому что от этого никто не застрахован, это происходит внезапно. Вторая часть – технологическое вооружение. Мы все геологические партии сейчас стараемся снабжать максимально мобильными решениями, мобильными и масштабированными решениями, чтобы их можно было легко доставлять в удаленные участки нашей страны. Это нам в каткосочной перспективе позволит повысить мобильность и сократить сроки геологодережных работ. На сегодня вода, наверное, самый ценный ресурс, который присутствует на планете. Здесь, в нашей стране, очень сильно повезло, потому что мы обладаем колоссальными безопасными преснями питьевой воды и в ближайшей каркосрочной перспективе, это 10-20 лет, вода, наверное, будет наиболее востребованным ресурсом, в том числе и у нас в стране. Вся геология, вообще вся наша работа, она априори всегда была ориентирована на бумажные документы оборотов. На сегодня геологическая информация, вот Росгиллфонд, где хранится вся геологическая информация, является частью Росархива, и мы храним документы в периоде последних 300 лет, все, что связано с геологией. Все геологические результаты в советского периода последних лет хранятся на бумаге. То, так как мы переводим все наши государственные услуги в цифровой вид, предоставление наших государственных услуг, там, подсчет запасов, разработки технологических схем, разработки месторождений, соответственно, это требует и новых подходов, в том числе и работы самой геологической информации. Для этого мы ее должны перевести не просто в электронный вид, а из бумаги перевести в те знания, которые в них хранятся. Начинаем с поддержки Минцифры, очень большую работу по оцифровке геологической информации. Но здесь очень большая работа предстоит, потому что геологическая информация, при ее цифровке нельзя использовать типовые коробочные решения, потому что геологические карты, они носят достаточно узкоспециализированные знания, и нельзя автоматически их распознавать, все равно нужно присутствие человека. Это, к сожалению, очень сильно затягивает в процесс оцифровки. На сегодня, по нашим оценкам, при текущей скорости оцифровки мы еще где-то порядка ста лет будем оцифровывать тот пласт геологической информации, который лежит в Росгейлфонде. Это только в Росгейлфонде. А еще есть компании-недропользователи, есть еще сервисные компании, которые тоже выполняют. Поэтому объем геологической информации в стране на порядке больше, чем хранится в Росгейлфонде. Но мы не стоим на месте, мы сейчас смотрим все современные решения, и вся новая геологическая информация, которая получается, собирается. Мы ее уже априори собираем в цифровом виде. Геология, в отличие от других отраслей, это очень долгосрочные инвестиции, потому что в среднем цикл жизни месторождения это 30-50 лет. Поэтому то, что мы делаем сегодня, по сути, результаты будут получены лет через 15. Поэтому в геологии, как такой консервативной отрасли, любые изменения должны быть четко просчитаны. Поэтому те инициативы, которые мы выносим, мы аккуратно рассчитываем экономические модели, как будут и как это повлияет, и как это будет выглядеть через 15 лет при текущих макро- и микроэкономических параметрах. Всего контролируется 150 веществ по всей стране. В 12 городах в качестве приоритетных загрязнителей направлены 58 веществ, то есть веществ, которые характерны для этих 12 городов. Наибольший эффект снижения выбросов — это Челябинск, Магнитогорск. Это во многом связано с тем, что изначально там были достаточно большие выбросы. Там много крупных предприятий, прежде всего металлургического профиля, которые достаточно быстро встали на путь с модернизацией своих производств, закрыли старые устаревшие производства, которые являлись основными загрязнителями воздуха и достаточно быстро запустили уже новые, современные, гораздо более экологически безопасные производства. Поэтому наибольший прирост мы видим именно в этих городах. Но мы должны понимать, что любое строительство и модернизация завода занимает определенное время, и наибольший эффект от нашего проекта мы как раз ожидаем в 2022-2023 году, когда завершатся основные инвестиционные проекты в городах на крупных предприятиях. Если взять так называемый паспорт воздуха города или сводный расчет загрязнения атмосферы города, то выделяются несколько сегментов областей, которые надо индивидуально рассматривать. Это прежде всего, конечно, предприятия промышленности. Здесь несколько путей снижения выбросов, но это, конечно, установка фильтров, различных систем поглощения загрязняющих веществ. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» мы пошли дальше. По сути дела, мы сегодня вместе с промышленниками перестраиваем предприятия, то есть идем не путем точечной модернизации, а путем тотальной перестройки производства, уже основанной на новых современных технологиях. Это вопросы транспорта. Мы понимаем, что каждый крупный город связан с большим количеством автотранспорта, который тоже является загрязнителем атмосферного воздуха. И это, конечно, переход на экологически безопасные виды топлива. Ну и третье направление – это мы с вами, население, которое, используя в домашних хозяйствах угольные печки, печки на дровах, создает локальные выбросы загрязняющих веществ, которые по одной печке, мы считаем, что это незначительное загрязнение, а когда нас 100, 200, 1000 рядом находится, это приводит к достаточно серьезным загрязнением воздуха. И, соответственно, очень важный переход с угля и дров на экологически безопасное топливо, как природный газ, как электрическое теплоснабжение, для того, чтобы самим не быть загрязнителем воздуха. В целом мы должны решить новую глобальную задачу, которую перед нами поставил президент. И это снижение выбросов опасных загрязняющих веществ воздух по всей стране в два раза до 2030 года. Сегодня население у нас гораздо более требовательное к качеству жизни, чем было до этого. Если раньше мы считали, что воздух становится чистым, если в нем нет превышений предельно допустимых концентраций, то есть нормативов безопасности, которые установлены врачами, то сегодня население требует большего. Есть вещества, которые, например, вызывают ощущение запаха неприятного на уровне гораздо меньших вот этих порогов безопасности. И мы вот в рамках чистого воздуха сегодня дополнительно решаем мероприятие не только до достижения гигиенических нормативов, но и снижению выбросов веществ, которые такие запахи вызывают. В первую очередь мы должны снизить выбросы опасных веществ. И такую задачу до 2030 года мы решим. Одновременно будем решать задачу по снижению выбросов в воздух тех веществ, которые вызывают раздражение у населения. Ну и в конечном итоге мы все должны решить эту задачу, сделать воздух чистым во всех городах по всей стране. Буквально недавно наши коллеги провели анализ, нашли кость динозавра древнего, которому 150 милов лет, ее изучили и на этой кости нашли следы уголька. Что это значит? Что уже времена динозавров, древние времена, даже тогда лесные пожары были. К сожалению, это часть природы, часть экосистемы. Лес горит, это факт. Но наша задача делать так, чтобы он горел только по естественным причинам и не горел от рук человека. 2021 год выдался очень сложным с точки зрения лесных пожаров. Площадь, проведенная огнем, у нас составила более 10 миллионов гектаров. Причина этого, конечно, очень аномальная сухая погода в целом ряде регионов России. Например, в республике Саха-Якутия более двух месяцев не было осадков, атмосферные засухи и такие, конечно, аномалии привели во многом к тем площадям, которые мы имеем. Это не значит, что у нас сгорело 10 миллионов гектаров. Это значит, что отфиксированная площадь, по которой была термическая аномалия, эту цифру превышает. Погибла из этой площади порядка 2-3, может быть, 5%. Мы эту площадь уточним частично осенью, частично весной следующего года и, конечно, поведем мероприятия по лесовосстановлению. По остальной площади Древостой не погиб. Это беглые низовые пожары, которые сожгли подстилку, которые сожгли нижний ярус. Но, еще раз подчеркну, Древостой остался жить и это те леса, которые продолжают расти и развиваться. Реальная сумма, которая нужна на охрану лесового пожара, состоит в 14-2 миллиарда рублей. То есть на 8-2 миллиарда рублей больше, чем в этом году. Конечно, деньги сами по себе пожары не тушат. Нам нужно успеть за зиму набрать людей, подготовить создающие технические задания, сделать маршруты патрулирования. Это та большая работа, которая нам предстоит в следующем году и зимой уже этого года. Важно помнить, что подавляющая часть лесных пожаров – это те пожары, которые произошли по вине человека. Будь то использование открытого огня в лесу или неисправного оборудования. Наша в месте ключевая задача сделать так, чтобы сельхозпалы, открытое горение в лесных массивах были не просто запрещены, как сегодня, а были совершенно неприемлемы. Общество у нас либо поджигает, либо помогает сушить. Практически все пожары рукотворные, 9 из 10 по вине людей, но это не плохие люди, это не вредители, не враги народа. Это самые обычные люди, которые по глупости или по традиции устраивают пожары. Наша задача – перетащить их на свою сторону. Для того, чтобы тех, кто помогает пожарным, было больше, должно быть больше добровольцев. Не бывает простых пожаров для добровольцев, поэтому подготовка добровольцев ничем не отличается от подготовки лесных пожарных или сотрудников овели с охраной, но кроме может быть именно авиационных десантных технологий, то есть доставляют добровольцев чаще всего по земле, но в остальном техника, тактика тушения, техника безопасности, навигации, фотография, радиосвязь – все это должно быть на том же уровне, что у государственных работников. Вот большой блок – это поддержка добровольных лесных пожарных. В последний год шел такой интересный эксперимент с Министерством природных ресурсов по созданию системы обучения и переброски сил для защиты государственных заповедников и национальных парков, так называемых сводный отряд, который работал на, может быть, самых сложных, самых проблемных пожарах в особо охраняемых территориях, и там мы объединяли усилия самых подготовленных добровольцев и государственных инспекторов по охране природы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА